Добро пожаловать в Warface, братишка! Ракутагин, что скажешь про новиночки ПТС? Кэп, понимаешь, с ПТС такая неоднозначная ситуация, на первый взгляд так глянешь, фигня, а с другой стороны присмотришься сочно. Добро пожаловать в Warface, братишка! Так, рачишка, прежде всего мы, конечно же, хотим услышать о новом оружии. Ну, по новиночкам оружия, Капитан Очевидность, к сожалению, у нас не так уж и густо. Да. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Мортин, а также Капитан Очевидность. Здорово, сладенький! Красава! Из новиночек, кроме, конечно, пулемёта Седа, о котором мы уже говорили до этого, из новиночек у нас только средство от кемперов под названием Мистер Хэ. Я бы назвал более креативно и просто. Мишаня. И хотя, по идее, это средство от крыс, сделано оно для крыс, потому что это тот же Таурус Джадж. Да, это тот самый дробольер, пистолет, револьер, дробовик, всё в одном, нагиб, и, собственно говоря, Мистер Хэ, средство вот это, это и есть тот самый Таурус Джадж. Во всяком случае, по механике очень схоже. Это тоже а-ля дробовик, только спрей, и, собственно говоря, эффект имеет примерно тот же самый. Нагибает в целом неплохо, здесь пожаловаться никак не могу. Как вы понимаете, это оружие пришло на смену Гидродезентегратору, который многие годы терроризировал вертолёты на ПВЕ. Да-да, кто помнит, Гидродезентегратор прекрасно нагибал вертолёты, была у него такая особенность, он их повреждал. А вот сделает ли это Мистер Хэ, я, честно говоря, сомневаюсь. И, пожалуй, вот это главный недостаток. Если Дезентегратор имел какое-то действительно уникальное свойство, необычное, я не знаю, даже разработчики задумывали это или нет, то Мистер Хэ, возможно, такой особенности не имеет, и будет применяться как тот же Таурус Джадж. Погодь, и чё, это все новинки на 1 апреля? Не, капитан очевидный, что ты, что? Конечно, это не все у нас новиночки на 1 апреля. Появилась у нас, друзья, карта Шапито, и вот честно хочу сказать, я реально поражён. Я, конечно, как и вы, видел анонс, я видел всё это, все эти рисуночки, эти видео, что вот такая карта у нас будет, догадайтесь. Я, кстати, сразу понял, что это, по сути, та же нефтебаза. Но никаких особых надежд на эту карту, в отличие от чёрного золота, я не возлагал. Однако, признаюсь, разработчики реально смогли. Они смогли сделать, по сути, совершенно другую карту. И как с чёрным золотом новой версии, это другая карта, она по-другому играется, и она играется намного лучше, нежели нефтебаза. Но если в случае с чёрным золотом поменяли саму карту очень сильно, то Шапито от нефтебазы уже, ну, не столь сильно отличается, хотя есть некоторые изменения, например, сетки, которые сверху висят, и они как бы сокращают количество прокидов. Но вот тут главной фишечкой является вовсе не это, а, пожалуй, графическое оформление. Ведь, ребята, что такое нефтебаза? Ну, прямо скажем честно, вот как оно есть. Достаточно такие унылые, надоедливые, металлические тона, металл, бетон, контейнеры, одно и то же всё постоянно. И если тот же ангар, он какой-то более тёмный, такой ламповый, то нефтебаза, она какая-то открытая такая, понимаете, как какая-то, не знаю, площадка обычная. Причём, есть нечто такое, знаете, безвкусное, мёртвое, холодное, понимаете, вот она не тёплая, она холодная карта. И вот Шапито это полная, ребята, полнейшая противоположность. Карта сочная, сука, во всём чувство праздника, и не только праздника, как-то вот живо оно, понимаете, по-домашнему, уютно, такая вот атмосфера создаётся, сука, качественного логипчика. Как ни странно, чем-то мне напоминает карту базар, помните, такая была турецкая. Что-то отдалённое, не знаю почему, у меня вот такие именно ассоциации. Но хочу сказать, Шапито удалось. Я не знаю, разработчики, конечно, наверняка вы её на постоянной основе не оставите, но, честно говорю, вот если бы такая нефтебаза была в Warface, я бы её постоянно играл. Вот постоянно бы играл. Как вариант, либо, ну, оставьте, я думаю, что не оставить, всё-таки она праздничная. Либо вы можете на основе этой карты что-то подобное сделать. Это было бы очень и очень годно. Вот серьёзно, эта и нефтебаза, это две разные карты. И Шапито в тысячу, в миллион раз приятнее играется. Просто вот, просто приятно по ней бегать, в отличие от нефтебазы. Да. Подвезли нам, конечно же, и скины на 1 апреля. Называются они Орликин. Помнишь, это такое было раньше? Орликина, Орликина, поднагнула Буратино, песня старая. Ну да, было что-то такое. Вот, вот. И вот у нас скины теперь Орликин. Кстати, нефтебаза, знаете, чем хороша? Прокидов мало. Я один из немногих, кто вообще там гранаты кидал. Может, совпало так, или я не знаю. Сука, какой шанский гандон, да? Итак, Орликина, скины приятные, неплохие. Не сказать, что хорошие. Ну, как всегда бескусится, но в этом случае это вращается. Кстати, намного симпатичнее, чем скины абсолютно бескусные Гаргона. Вот Гаргона это полное, это дно, это, сука, пробито. Это там просто где-то на дне в Марианской фадине лежит. Орликин неплохо. Вот неплохо. Вы знаете, я бы назвал даже скины Джокер. Там везде какой-то Джокер нарисован такой. Неплохо. Нормально. Вот годненько, годненько. Ничего такого сверхъестественного, но приятно. Орликин действительно приятные, нормальные скины. Для праздничного уровня это сойдет. Единственный минус, который хочется заметить, существенный на самом деле. Это то, что у АМ-17 прицел родной, 1,3-кратности, он пипец. Весь в каких-то фиолетовых, сиреневых блесках. Постоянно какие-то отражения левые там появляются. На самом деле разработчики вообще, у АМ-17 этот прицел проблемный. Вот на обычной версии, обычный, вот дефолтный. Он отличный, великолепный. Я его обожаю. На золотой версии, на вот этой версии с этим скином, вечно какая-то жопа, какой-то анус с ним происходит. Это факт. Не, ну молодцы же разработчики. А че они нам приготовили на восьмилетие, кстати? Вот, Хэп, вот подходим к самому, самому, сука, печальному. Орликин скины. Все на годное оружие. АК-12, АМ, короче, все как положено, все как бы, ну, более-менее годное. И вот нам выкатывают скины на восьмилетие в Warface. Они намного красивее, чем Орликин. Они красивее, чем большинство скинов в Warface. В них есть что-то отмаганное. Вот это переливание красивое. То есть они анимированы. Это первое. Второе, эти скины просто вот по колоражу, так сказать. Понимаете, по колору, по расцветке. Они красивые, они не наляпистые, они не бескусные. У них вот все как надо. Это сочные скины. Но почему разработчики, делая такие шедевральные скины, вы обсираетесь в двух главных моментах важных? Первое, вы их, сука, не доделали. Почему модули? Пламегасители, глушители, прицелы, они дефолтные. И если прицелы еще хрен с ним, то вот когда у тебя красиво анимированная пушка, и на конце торчит один абсолютно не анимированный пламегас или глушитель, это смотрится убого, сука. Это убивает внешний вид. Как можно было вот полениться и не доделать вот эту вот маленькую, сука, на пол, в самую шишечку вот эту злупенцию, конечек-то. Ну надо было сделать. Ну как так-то, а? И вторая колоссальная жопа, это выбор оружия. Если, блин, на 1 апреля скины... 1 апреля что такое? Ну пусть праздник, ну как бы, ну ничего особенного. 1 апреля делают годное нагибное донатное оружие скины. Я понимаю, что у нас не все донаты. Так сделайте для всех, для недонатного, хорошего оружия скины. Беретта МХ-400. Разработчики, вы что смеетесь? Ну кто играет с этим оружием? Кто играет? Объясните мне, где эти люди? Кто они? Не только я, сука, мучаюсь на этом ПТС просто для видеоряда. Оно мне нафиг не надо. Я в жизни ее в руки не беру. Она мне не нужна. Беретта МХ-400 это жопа. Это просто жопа-разрыв самому себе, самонагиб. То же самое МСБС, БДСМ, короче, просто рандом. Он же МСБС Радон. Да нахер он нужен, серьезно. Но ведь есть пушки недонатные нормальные, современные, которые могут убивать в современном снаряжении. У инженера есть, у ЗИПРО. Хотя бы МП5А5 Кастом, вот хрен с ним. Даже пусть он, уже нормально. У штурмовика есть VHS-2. Это вообще шедевральная пушка. Вот она, наверное, она охренительна. Она донату не так сильно уступает. С ней можно бегать первой лиги брать. Почему на нее не сделали? Зачем? Кому нужен этот Радон, сука? Насчет Орсиса ничего не говорю. Орсис, пожалуй, да. Вне доната это может быть самый топ. Все, претензий не имею. Медик, ПИСОС, дробовик ПИСОС. Вот нельзя сказать, что он плох. Нельзя сказать, что он да, он ближе как-то на уровне легендарки. Ну, вот, ну, ребята, ну, разработчики, ну, хотя бы пошли на компромисс. Сделали бы ПИСОС и САП-6. Вот пусть у одного класса будет два анимированные скина на восьмилетие. Понимаете, я не могу понять, почему, почему титаническая работа. Люди жопой надрывают, ночами не спят, работают, зарплату за это получают. Вы такие классные скины делаете на такое неликвидное оружие. Да вы бы бабок заработали в 10 раз больше. Эти скины можно было бы дополнительно просто так продавать. Я бы купил их, серьезно. Я бы их просто купил, если бы они были на годное оружие. А так, можно даже в игру не заходить, чтобы получать за ежедневный код. Потому что они на оружие, с которым ты не будешь, сука, никогда играть. Зачем они мне? Вот, понимаете, как, знаете, вот так. И хочется, и чешется, сука, и колется. И мама не велит, и вообще никак. Вот, ты понимаешь, что это шедевр. Но с этим ты не будешь играть. Оно только вот, как бы, обертка от конфетки, а внутри какашка. Вот в чем жопа-то, да? Да, сука, вот та ситуация, когда, блядь, не стоит, сука. Огромная шляпа висит красиво, но, сука, не стоит. Ты не поймешь, вроде все похвалил, а в итоге тебя что-то не устраивает. Как, как, ничего не устраивает? Ну, я же тебе объясняю. Меня не устраивает то, что наши разработчики могут. Они могут шедевры создавать, сука. Могут, они эту игру создали. Они создали карту Шепету, они сделали черное золото 2. Понимаешь? Они могут делать. Они создали скины на восьмилетие Варфейс. Охренительные скины. Но разработчики, вот опять, в прошлом видео об этом говорил. Вы можете делать. Почему вы уделяете внимание не тому? Почему не сделать скины на нормальное оружие на восьмилетие? Чтоб игрокам прямо приятно было. Почему, я не знаю, чему-то годному уделить внимание? Потому что надо. Вы делаете карту праздничную. Почему не сделать нескебазу такую, но постоянку сочную? Почему ее не сделать? Почему какие-нибудь скины гексагон офигенные второстепенными считаются? А скины Гаргона, это, как я понял, будут главные скины боевого пропуска. Я не понимаю, сука, этой логики. Ребята, понимаете? Есть книга Ричард Кох, Принцип 80-20. Это гениальная книга, я считаю. Просто гениальная, гениальная. Почитайте ее. Уделите время главному. Вы распыляетесь на какие-то второстепенные вещи. Угуская самое главное. Над самым главным надо работать. И тогда будет сочно. Вот, в целом, не хочу хайд... Вот, просто вот самый главный недостаток, вы не над тем работаете. Вот, то, как вы делаете вот это, надо делать по-другому лучше. То есть, в общем, не танцу. Не джокер надо делать на годное оружие. А на восьмилетие вот эти охренительные красивые скины надо делать на годное оружие. С которым будут играть. Тогда и скины эти будут покупать. Карту надо такой не на праздники делать, а на постоянную основу Охрененную, сочную, сука, муа, неповторимую Вот это я понимаю, вот это действительно уровень В целом, ПТС нормальный, ПТС годный Только я хочу, чтобы это всё водилось не на праздники и не в таком недоделанном варианте А на постоянку, навсегда и почаще